12 апреля 1961 года стартовал советский космический корабль «Восток» с русским человеком на борту. 108 минут на орбите открыли для жителей нашей планеты путь во Вселенную. И этот путь человечеству показала Россия. Но задумываться о покорении межзвездных далей человек стал задолго до полета Юрия Гагарина. Мысли, мечты, представления о космосе складывались у землян веками. В России за столетия до начала космической эры оригинальный самобытный взгляд на место и миссию человека во Вселенной образовал целое направление философии. В 20 веке исследователи назовут его «русский космизм». Из каких мифологических идей и мотивов происходит русский космизм? Кого называют родоначальником русского космизма? Каковы основные направления русского космизма? Кто из русских космистов номинировался на Нобелевскую премию? В чем заключается миссия человека будущего по представлениям русских космистов? Слово «космос» в переводе с древнегреческого означало мир, порядок, наряд и украшение. Родственный глагол «космео» переводится как «упорядочиваю, украшаю». В античной Греции космос понимали как гармонию и красоту природного миропорядка. Он противостоял хаосу и бесформенности. Философы Пифагор и Гераклит первыми из античных мыслителей обратили на космос пристальное внимание и стали использовать это понятие в современном смысле. Пифагор рассуждал о гармонии сфер, движении планет, которые производят прекрасную музыку. Гераклит называл космос вечно живым огнем, неподвластным богам. Похожие представления о мироздании мы встречаем и у славян. На Руси Вселенную именовали «белым светом». Этот свет не исходил от солнца, луны или звезд, которые традиционно помещали на небосводе. Он находился как бы за пределами видимого людям мира, за гранью Тверди Небесной. Советский академик Борис Рыбаков писал о том, что резьба и живопись на прялках нередко отражали космогонические представления глубокой древности. Белый свет изображали в виде круга, часто вращающегося, который вмещал в себя, словно русская матрешка, множество других окружностей, пребывающих в движении. Вполне возможно, что наши предки таким образом запечатлевали идею сложного, но гармоничного устройства Вселенной. После крещения Руси в народной культуре переплетаются древнеславянские космогонические представления и христианские мотивы творения мира Богом. Согласно тексту Библии, Бог создает свет раньше звезд Солнца и Луны, которые назначает для определения времени. На шестой день творения он создает человека, которому вверяет райский сад на возделывание и хранение. На стыке христианских и бытовавших ранее народных идей рождается русский духовный стих о глубиной книге «Упавший с неба». Она названа так, потому что содержит глубинное сокровенное знание. Стих можно назвать поэтической квинтэссенцией представлений средневекового русского человека о мудром устроении мира, особое место в котором занимает светлая Русь, несущая Божью правду. «У нас белый свет взят от Господа, солнце красное от мира Божия, народ Божий от Адамия. Святая Русь-Земля, всем землям мать». Голубиная книга, конец 15-го, начало 16-го века. Но человек не только созерцал небесную бесконечность. Он стремился оторваться от своей колыбели, преодолеть силу земного тяготения. Об этом древнегреческий миф о Дедале и Икаре. На крыльях, сделанных отцом, рвался Икар ввысь к ослепительному жаркому солнцу. Русские летописи рассказывают о летунах, устремлявшихся в полет с храмовых колоколен. Вместе с ограниченностью в пространстве человек всегда стремился преодолеть и другую свою ограниченность. Ограниченность во времени, смертность. Человек обращал взор к небу и населял далекие пространства душами умерших отцов. Древнерусский Ирий, христианский рай, находится за гранью нашего видимого мира. Но там продолжается жизнь. Частью русской обрядовой традиции были погребальные плачи. Они наполнены стремлением изменить законы природы, возвратить жизнь умершему. Раступися, мать сыра земля, ты раскройся, гробова доска, встань, проснися, родна матушка. Гармоничная, одухотворенная Вселенная. Мечта о полете и мечта о преодолении смерти. В единстве этих идей и зарождается русский космизм. Когда в России появилось первое литературное сочинение о космических путешествиях? Как называлась главная должность в России из футуристического романа Адоевского? Кто из русских космистов дал ответ на вопрос Гоголя? Колыбелью философии космизма стала русская литература. Михаил Ломоносов в своем вечернем размышлении о Божьем величии рисует образ человека, который выходит под купол сияющих звезд и созерцает раскинувшуюся перед ним бесконечность. В философии русского космизма человек-созерцатель становится человеком-деятелем. Он не только восхищается бескрайним пространством космоса, не только мечтает под звездами, но призван освоить Вселенную, преобразить ее. В России тему космических путешествий в художественной литературе первым поднял писатель Василий Алексеевич Левшин. В 1784 году появилось его произведение «Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве, герой которого отправляется на Луну». В конце 30-х годов XIX века писатель Василий Адоевский в романе «Утопии 4338 год. Петербургские письма» смело представил будущее России и мира в пятом тысячелетии. Люди регулируют атмосферу и климат, победили вечную мерзлоту, обладели воздушным пространством и вышли в космос. А еще освоили химический синтез пищи и решительно оставили позади проблему нехватки питания, столь остро стоявшую в далеком XIX веке. Адоевский футуролог также ставит вопрос о нравственных основаниях общества будущего. Главным министром этого общества является министр примирений. Войско употребляется только для особо опасных экспедиций на Луну. Люди стремятся обрести открытость друг к другу, чтобы чужая душа не была потемками. Рост нравственного сознания заставляет их остро реагировать на чужое страдание и несчастье. И в то же время в них жива отвага и удаль, заставляющая осваивать новое, двигаться вперед и вперед. «Если бы ты видел, с какой усмешкою русские выслушивали мои вопросы о предосторожностях. Они так верят в силу науки и в собственную бодрость духа, что для них летать по воздуху тоже, что нам ездить по железной дороге». 4338 год. Петербургские письма. Владимир Адоевский. Эта способность русского человека к освоению огромных пространств и достижению новых горизонтов в русской литературе, пусть и не в таком фантастическом ключе, выражалась неоднократно. Вспомним знаменитая гоголевская «Русь, куда несешься ты?» В поэме «Мертвые души» классик вопрошал о будущем России, отмечая ее бескрайность и необъятность. «Русь, что пророчит сей необъятный простор?» Ответ на этот вопрос спустя 30 лет даст родоначальник русского космизма Николай Федоров. Что связывает Николая Федорова и Юрия Гагарина? Какая из задач Федорова все еще кажется недостижимой? Кого из русских космистов можно назвать его учеником? Бескрайний горизонт русской равнины вдохновлял Федорова на мысли об освоении космических миров. Он считал, что простор России послужит переходом к простору небесного пространства, которое станет новым поприщем для великого подвига русского человека. Ширь русской Земли рождает особый склад личности, безудержной, смелой, стремящейся к свершению и преодолению себя. Интересный факт. Первого космонавта планеты Земля звали Юрий Гагарин. И первый философ, который обосновал идею выхода человечества в космос, носил такую же фамилию. Родоначальник русского космизма был потомком древнего княжеского рода Гагариных. Федоров – ненастоящая его фамилия. Об уникальных энциклопедических знаниях Федорова ходили легенды. Говорили, что он знал содержание всех книг библиотеки. Многие ученые и деятели культуры пользовались его научной помощью и с благодарностью вспоминали годы общения с героем и подвижником в области книговедения. В библиотеку Румянцевского музея, ныне Российская государственная библиотека, где служил Федоров, собирались для бесед философы, ученые, деятели культуры. Знаменитый русский писатель Лев Толстой писал, как гордиться тем, что живет в одно время с Николаем Федоровичем. В своей «Философии общего дела» Федоров оригинально формулирует одну из главных идей философии космизма – идею направленности развития мира и ключевой роли в нем человека. Природный порядок, природные силы должны по мысли философа регулироваться и управляться людьми. Необходимо предотвращать стихийные бедствия – смерчи, землетрясения, наводнения, цунами, опасные изменения климата, эпидемии. Человек должен научиться управлять процессами жизни, обрести способность к регенерации болеющих, изнашивающихся органов и тканей. А главное – он призван преодолеть смерть и не только открыть возможность бессмертия будущим поколениям, но и возвратить к новой, преображенной жизни своих отцов, дедов, прадедов, всех когда-либо живших. Даже по меркам нашего времени Федоров задает космический масштаб действию человека, ставя перед человеческой наукой фантастическую задачу воскрешения мертвых. Философ выдвинул идею активного христианства, подчеркивая, что Бог действует в мире через человека. По Федорову, задача христианина в мире не просто чаять воскресение мертвых и жизни будущего века, но и активно содействовать ему. Интересный факт. В 1884 году Лев Толстой выступил с изложением идей Федорова перед членами Московского психологического общества. Академики внимательно его выслушали и задали вопрос – как же уместятся на земле воскрешенные поколения? Толстой ответил по-федоровски. Царство знания и управления не ограничено землею. Последовал неудержимый смех всех присутствующих. Слишком невероятной прозвучала для ученых мысль о выходе человечества в космос. Эта мысль станет реальностью меньше, чем через сто лет. Федоров действительно полагал, что благодаря достижениям науки и техники человек, осваивая и гармонизируя Вселенную, сможет заселить ее своими воскрешенными родными. Человечество, подчеркивал он, это огромная семья, разошедшаяся по земле и забывшая о своих родственных связях. Его глубоко волновала мысль о преодолении вражды между людьми, о совершенстве человеческого общества. Он неоднократно повторял – жить нужно не для себя и не для других, а со всеми и для всех. Идеи Николая Федорова оказали огромное влияние на многих выдающихся представителей русского космизма. О том, что Федоров заменил ему университетских профессоров, писал родоначальник космонавтики и автор космической философии Константин Циолковский. Какую формулу Циолковский опубликовал в 1903 году? Как называется ионизатор воздуха, придуманный русским космистом? Что такое ноосфера и кто ее так назвал? В середине 1870-х годов в библиотеку Румянцевского музея почти каждый день приходил Константин Циолковский. Здесь он и познакомился с Федоровым, встречу с которым назвал «счастьем». В 17-летнем юноше жила огромная страсть к знаниям и изобретениям. Федоров давал ему все необходимые книги. Циолковский изучал физику, высшую алгебру, аналитическую геометрию, тригонометрию, решал теоремы и сам находил доказательства. Именно в московский период юноше впервые пришла в голову мысль о возможности создать аппарат, который позволит преодолеть силу земного тяготения и выйти в космическое пространство. Заветные мечты Федорова и Циолковского удивительно совпали. Пройдут годы, и юный посетитель Румянцевского музея в 1903 году опубликует в журнале «Научное обозрение» работу «Исследование мировых пространств реактивными приборами», где выведет формулу движения ракеты и предложит свою модель космического корабля. В Калуге, где Циолковский жил с начала 1890-х годов, он издает серию брошюр, в которых излагает свои философские идеи о причине космоса, творящих силах Вселенной и о роли в ней человека. Мысль человека выступает у Циолковского фактором эволюции космоса, а среди целей и перспектив освоения Вселенной он прямо называет «надежду на уничтожение смерти». Многие думают, что я хлопочу о ракете и беспокоюсь о ее судьбе из-за самой ракеты. Это было бы глубочайшей ошибкой. Ракета для меня только способ, только метод проникновения в глубину космоса, но отнюдь не самоцель. Вся суть в переселении с Земли и в заселении космоса. Как в свое время Федоров помог юному Циолковскому, так Циолковский повлиял на выдающегося представителя русского космизма Александра Леонидовича Чижевского. Юный Александр знакомится с Константином в реальном училище в Калуге и на долгие годы становится его собеседником. Именно Циолковский оценивает передовые идеи Чижевского о влиянии солнечной активности на земную жизнь и советует планомерно этим заняться. Александр Леонидович Чижевский. Биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроэонификации. Установил факт положительного действия отрицательных ионов в воздухе на живые организмы. Применил искусственную ионизацию воздуха в медицине, сельском хозяйстве, животноводстве. Создал прибор, повышающий концентрацию отрицательных аэроэонов кислорода в воздухе, известный как Люстра Чижевского. Является автором около 500 научных трудов на русском, французском и немецком языках. Был действительным и почетным членом 30 академий, университетов и научных обществ разных стран мира. На Международном конгрессе биофизиков в Нью-Йорке в 1939 году его назвали Леонардо да Винчи XX века. В том же году был выдвинут на Нобелевскую премию. Значительная часть деятельности Чижевского была посвящена исследованию зависимости земных процессов от состояния Солнца. На огромном научном материале он проследил связь разных биологических и исторических событий нашей планеты, эпидемий, революций, войн с максимумами солнечной активности. Чижевский считал, что жителям Земли необходимо учитывать космические факторы и вырабатывать эффективные механизмы предотвращения естественных и социальных бедствий. Циолковского и Чижевского относят к естественно-научному направлению космизма, одним из ярких представителей которого является известный русский ученый, философ, организатор науки Владимир Вернацкий. Он называл разум великой геологической и космической силой, доказывая, что под влиянием деятельности человека биосфера переходит в качественно новое состояние. Вернацкий считал, что возникает еще одна оболочка нашей планеты. К литосфере, гидросфере, биосфере, атмосфере присоединяется ноосфера, созданная творчеством и трудом землян. Слово «ноосфера» в переводе с греческого означает «сферу разума». Наши идеи и идеалы, открытия и изобретения, постройки, умные вещи, техника и технологии, шедевры культуры, книги, содержащие в себе огромные массивы знаний и памяти – все это слагаемые ноосферы. Особую роль в ноосфере Вернацкий предавал науке и этике. Этика задает нравственный вектор работе ученых, не позволяя использовать результаты научных открытий во зло. Ученый наметил ряд ноосферных задач, к решению которых необходимо направить международные усилия. Борьба с бедностью и голодом, проблема продления жизни, ослабления болезней для всего человечества, установление прочного мира между народами. В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и труд на самоистребление. К естественно-научной ветве космизма также принадлежат физик Николай Умов, теоретик антропокосмизма Николай Холодный, биолог Василий Купревич. Все представители этого течения близки в своих взглядах на роль человека в познаваемом им мире, считая, что с его появлением начинается новый, активно-творческий этап эволюционного развития, основанный на нравственных идеалах, ведущих к достижению совершенства. Такой же общностью взглядов связаны представители и другого, не менее важного направления русского космизма, религиозно-философского. Кто автор представления Вселенной как о невесте и жене? Какие идеи космиста Федорова вдохновили поэта Брюсова? Как называли своих современников Маяковский и Есенин? Русский Платон Владимир Соловьев, философ свободного духа Николай Бердяев, автор философии хозяйства Сергей Булгаков, философ, ученый-математик Павел Флоренский, все эти мыслители задавались вопросом о мести человека в божественном замысле. Они считали, что задачей философии является познание человеком своей царственной и творческой роли в космосе. Именно так Николай Бердяев формулирует ключевой постулат учения русского космизма о человеке. Человек – сотрудник Творца в деле преображения мира. Он призван исполнить заповедь обладание землей, данную ему Богом при сотворении, и возделывать Вселенную, как Божий сад. Схожее мироощущение формировал священник Павел Флоренский. Математик, магистр богословия, изучающий электромагнитные поля, автор 12 изобретений в области химии, как и Бердяев, он оказал большое идейное влияние на своих современников. Флоренский представлял Землю и всю Вселенную в художественном образе жены человека. Она ждет его заботы, ласки и оплодотворения духом. Человеку, мужу, надлежит быть в единении с женой, ведя ее к просветлению и одухотворению. Новаторские философские идеи русских космистов сильно повлияли на искусство начала 20 века, стали источником вдохновения для выдающихся художников, архитекторов, поэтов и писателей того времени. Поэт Валерий Брюсов очень увлекался идеями Федорова. Его поэзии нашли отражение темы творческого преобразования мира, регуляции природы и превращение Земли в управляемый космический корабль. Брюсову вторил Владимир Маяковский, восклицая «Мы – зодчие земель, планет, декораторы». Этим настроением проникся и певец крестьянского мира Сергей Есенин, который называл своих современников «ловцами Вселенной». Новые горизонты, которые открыли миру русские космисты, дали толчок развитию научной фантастики. Александр Богданов, Алексей Толстой, Александр Беляев в своих романах представили образ цивилизации будущего, где люди по мечте Циолковского становятся гражданами Вселенной. С идеями космизма были связаны многие явления в искусстве русского авангарда. Художник Василий Чикрыгин в начале 1920-х годов создает серию рисунков воскрешения, переселения людей в космос. Художники и архитекторы запечатлевают на холсте и бумаге свои грезы о Вселенной, проектируют космические жилища, летающие города, города в космосе, далеко опережающие технические возможности времени. Философия русского космизма создала особую духоподъемную атмосферу, пронизанную предчувствием грядущих великих открытий. Космисты вселили в людей осознание возможности новых, невиданных ранее достижений. Архитектура, живопись, литература, вдохновленные их трудами, сформировали уникальное мироощущение у будущих пионеров отечественной космонавтики. Идеи космизма и космические образы искусства питали энтузиазм Сергея Павловича Королева, главного создателя и конструктора ракетно-космической техники Советского Союза. Прошло уже больше полувека после первого полета человека в космос, а идеи русских космистов о том, что освоение Вселенной требует не только техники, но и этики, по-прежнему остаются актуальными. Русский космизм стал уникальной системой знаний и ценностей, которые жизненно необходимы для гармоничного развития нашей планетарной цивилизации и выхода ее за новые космические горизонты бытия. Король продолжается. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...